Всем привет! В этом видео я хочу поговорить о такой безобидной просьбе, как посоветуй мне нож. С тех пор, как я стал увлекаться ножами, я очень много раз попадал в ситуации, когда меня об этом просили. У меня накопился некоторый опыт по данному вопросу, и поэтому в этом видео я хочу немного поразмышлять на данную тему. Поэтому, видео будет по большей степени философское и в какой-то мере, наверное, сатирическим на тему нашего с вами ножевого увлечения. Итак, первый совет, который я сразу хочу дать всем, это если вас не просили, никогда и никому не советуйте нож. Даже если вы на 100% знаете, что какому-то человеку нужен нож, и он его ищет, он кому-то сказал, даже если он вам это сказал, но он не просил о помощи, никогда не лезьте, ничего не советуйте. Даже если вам прям вот зудит в одном месте, и по вашему пониманию вы знаете нож, который на 100% ему нужен, поверьте, вы глубоко заблуждаетесь. И не надо лезть самим и ничего советовать. Выражение, благими намерениями выложена дорога в ад, по моему опыту, вот именно в плане ножей, оправдывает себя на 100%. Поэтому не стоит этого делать. Ну а теперь перейдем, наверное, к основному разделу этого видео. К тому моменту, что по какой-то причине вы все-таки оказались в ситуации, что нож нужно посоветовать. Предположим, человек пришел к вам и конкретно просит совета. Ну, моя личная позиция после того, что я прошел с моими советами, да, я сейчас вообще не хочу советовать никакие ножи, даже если меня человек спрашивает прямо, я все равно найду, попытаюсь, по крайней мере, найти какую-то лазейку, чтобы не советовать. Потому что это самое неблагодарное дело, которое можно придумать. И сейчас я постараюсь, ну, рассказать о тех людях, которые просят совета в плане покупки ножа и о тех ситуациях, в которых вы можете оказаться. Ну, ситуация тут такая, что очень трудно порой отказать. Человек приходит, ну, знает, что вы вот увлекаетесь ножами, вы для него, ну, как в определенной степени какой-то спец, знаток. И он подходит, тешит ваше самолюбие, говорит, слушай, Алекс, ну, смотри, я знаю, ты вот увлекаешься ножами, такой спец. Да ты сто процентов должен знать, какой нож мне нужен. И вы, так, ваше чувство собственного достоинства вас распирает. И вы такие, да, ну-ка, нет, да, иди сюда, дорогой, сейчас тебе посоветую. И вот тут вот кроются вот эти вот все подводные камни. Есть разные подходы, как бы, вот к тому, как люди советуют ножи. То есть, ну, нужно понимать, во-первых, что наше вот уже восприятие ножей, их цены, их какого-то качества и всего остального, оно очень искажено по отношению, ну, вот к обычному человеку, который обывателю, ему вот просто нужен нож. Ну, это один из случаев, да, я не исключаю тот случай, когда один ножеман приходит к другому ножеману и просит совета, тогда это другой разговор. Но здесь, в этом видео, очень сильно интересует меня, как бы, ну, и у меня лично накопился именно самый курьезный опыт с людьми, которые в ножах не шарят и приходят к тебе и просят совета. Вот тут начинается самое интересное. Значит, есть разные подходы. Некоторые вот ножеманы, как бы, уже, как бы, вот, ну, находятся в своем каком-то мировоззрении, и они говорят, блин, ну, я же понимаю, что, блин, Сибенза или Милитари, это классный нож, я же точно это знаю, я это тестировал, это проверено. Да, и все, вот этот нож нужно советовать. Но не забывайте о том, что приходит человек, как бы, с улицы, грубо говоря, да, и вы, вот, тем, что показываете ему, например, спайдерка Милитари, и говорите ему, чувак, вот это, вот это лучший в мире нож. Вы понимаете, что вы делаете с ним? Вы ломаете все его стереотипы. Он, он смотрит на вас, и он думает, что вы прикалываетесь. А где кровостеки? Где, блин, пила на обухе? Как им выживать? Почему он какой-то из пластика сделан? Что это за говно вообще? Он, у него начинается какой-то когнитивный диссонанс с тем, что он, он знает, как бы, ну, он видел в фильмах, там, где-то про Рэмбо, да, и то, что тут вы ему пытаетесь показать. Еще после той фразы, когда вы оцените стоимость этого ножа, ну, положа руку на сердце, реально, вы думаете, что, как бы, вот это, блин, не знаю, веслозадая креветка может, может человеку показаться на, на 150, на 200 долларов? Да никогда в жизни, чуваки, мы с вами знаем, что это супер нож. Но, как бы вы ни старались донести это до обывателя, это просто нереально. Вы должны у него на глазах этой милей рубать гвозди, потом строгать какую-то ленточку, волосы, там, бриться и так далее. То есть, этот нож должен делать все. Это должен быть меч-кладенец просто. Поэтому не обольщайтесь, то есть, люди, люди не поймут вашего вот этого светлого порыва к тому, чтобы, чтобы посоветовать хороший нож. Про Сибензу я вообще молчу, то есть, ну, ну, вот, давайте, положа руку на сердце, все ножи маны, которые даже пришли к Сибензе, это люди, которые проделали определенный путь. То есть, они, ну, вот, их, их опыт складывался таким образом, что в конце они пришли к выводу, что им нужна Сибензу, да? Но человеку с бухты-барахты сказать, чувак, вот это лучший в мире нож. Причем, ты знаешь, вот он стоит 485 долларов, но есть модификации дешевле, и можно за 410 всего лишь купить. Да он умрет на месте, он упадет со стула просто. О чем вы говорите? Он спросит, а в чем модификация, то есть, вот, почему это дороже? Вы ему скажете, вот эти вот три кусочка дерева, вот это вот стоит 75 долларов, он в голове так скажет, и пойдет от вас куда-нибудь подальше. Вы понимаете, что вы сделаете с человеком? Я вам 100% говорю, как бы. Даже не все ножи маны приходят к тому, что им нужна Сибенза, и Сибенза их идеал. И это вот что-то, что должно складываться, это какое-то понимание, какой-то жизненный опыт даже, можно сказать. Я не поверю никогда в жизни, что человеку, не знаю, просто вот дали Сибензу, первую в жизни нож у него Сибенза, вот ему ее всучили. Я не поверю, что даже если он ее оценит, и даже если он скажет, что это хороший нож, он не оценит ее так, как ее нужно оценить. Это без вопроса, в общем. Поэтому я считаю, что более верный путь, это советовать что-то более простое. Ну согласитесь, ну не знаю, 99,9 нас с вами начинали именно с каких-то простых ножей, не с самого какого-то хлама там из перехода, но с добротных китайских ножей. То есть главное просто, как сказать, ну то есть видеть, насколько... Если этот человек, у него голова, как бы, ну его вот восприятие, оно открыто дальше, как бы именно в ножевую тематику, он уже сам разберется, как бы. И нет ничего зазорного, посоветовав человеку Ганзу G704. Например, какого-нибудь китайца, который, вы знаете, ведь новичок он как, ну тот функционал, который вы оцениваете нож. Вот вы видите нож, например, с тройным клином, как бы, да, резачок. Вы понимаете, что это резачок, им нельзя ничего ковырять. А он этого не понимает. И даже если вы ему это скажете, он да-да-да-да-да-да, а потом пошел куда-то, как бы, и что-то там попытался поддеть какой-то люк и сломал, как бы, понимаете. То есть нецелевое применение у новичков это обычная вещь, как бы, и они, ну, как бы, могут угробить нож, как бы, не стоит так сильно вкладываться, как бы. Далее у новичка могут быть очень серьезные проблемы с заточкой. Ведь вы понимаете, ну, откуда вот человек купил милю, где он ее будет тащить, ну реально, где? Опять же, а заточка у него, у него такие же стереотипы, как и в отношении ножей. Он отдаст это дяде Васе, который шлифанет на наждаке, как бы отдаст ему и скажет, нормально, понимаете. Потому что этот дядя, который шурует на наждаке, он какие-то, всю жизнь видел какие-то ножи в какой-то закпром, из какого-то клапана, блин, тепловозного, и он их вот это вот шоркает, люди там что-то точат. То есть, ну, они вообще не заостряют внимание на ножах просто, им пофиг, как бы. Он, вот, как говорится, он может разделять продукт на две части, этого хватает. То есть, какая-то острота, вкусный рез, какое-то качество, удержание заточки. Это все, ну, как бы, понятия, которые чужды обывателю, он ничего об этом не знает и никогда об этом не задумывался. И вы вдруг на него начинаете вываливать этот жбан, эту какую-то определенную ответственность, которой он совершенно не готов. Да нафиг надо, ему нужно что-то очень дурокоустойчивое, это сто процентов. Даже если он вам говорит что-то одно, и он вам будет кивать, да-да-да, вы ему показываете милю, потом, будьте уверены, миле придет кирдык. Основная проблема тут такая, что, как бы, ну, в основном, какие-то люди, ну, с которыми ты общаешься, как бы, ты их знаешь. Даже если это на ютубе люди твои какие-то, там, подписчики, я не знаю, кто зрители, там, ты все равно, как бы, ну, с ними, как бы, общался, там, писал сообщения, там. После того, как ты посоветовал кому-то нож, то тут срабатывает следующее выражение. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. И вот тут самое интересное, этот человек потом пошел, где-нибудь шмякнул этот нож, сломал его, нахрен, раздербанил. И потом, потом, даже если он вам это в лицо не скажем про себя, подумает, блин, какой мудак, что он мне за говно посоветовал. Да я носил какую-нибудь там дедушкину, нахрен, белочку, короче, 10 лет, там, какой-нибудь там, не знаю, что он носил там из перехода. И оно, блин, работало, а эта хрень вдруг не сработала. Вы понимаете, почему? Потому что он, переплатив, там, 5-10 долларов, наделил этот нож какими-то уже сверхспособностями. И представьте, что бы было, заплатил он 150 баксов за нож. Я сейчас буду говорить просто о разных, как бы, категориях людей, как бы, мы, ну, есть такие люди, вот, про которых я говорю. Я сейчас не говорю про все такие. Но я говорю, что такие попадаются, и мне таких попадалось очень много. И тебе потом приходится хавать говно, как бы, после того, как человек, как бы, сам что-то запортачил, как бы, ну, тебе, как бы, как бы, неудобно за это. И ты, блин, думаешь, блин, ну, как, ну, как бы, вот, реально попортит только ваши нервы. Я, я честно говорю. Далее, есть такая категория людей, которые немножко уже в ножах, как бы, шарят, но, как бы, как бы, в чем проблема, как бы. Даже вот у этих новичков, которые к вам приходят, почему я говорил о каких-то их стереотипах, вот. У них, ну, есть какие-то стереотипы о ножах, да. Ну, когда они ничего не знают, как бы, ну, легко, как бы, человека, так, ну, изменить его мировоззрение, немножко ему что-то показать, как бы, продемонстрировать, и он поймет. Вот. Но потом начинается следующее. Люди, ну, все растут где-то в разных местах, как бы, ура, разный опыт, как бы, особенно с ножами. Это же, вообще, это вся ножевая тематика, она же просто окутана таким вот ножевыми байками, какими-то фольклором, там, какие-то ножи, там, из клапана танка, тепловоза, из ножа с турбинной лопатки, из, я не знаю, с ртутью, еще с какой-то хренью, нож, который не тупится, и, ну, ужас, что. Вот, у человека в голове вот эта каша, он приходит к вам и просит советов, ну, на какой-нибудь нож. Ну, представьте, как бы, то, что вы скажете, это просто будет воспринято, ну, то есть, это вот, как вот, у него голова такая железная, и ваш вот совет, он летит, как капля воды, он просто дыньк, и отлетит куда-то, он даже не осядет, как бы, нет вообще никаких шансов. Дальше есть люди, которые такие вот, ну, они, они вот немножко уже поковырялись на живой тематике, да, они нахватались вот вершков таких, и потом приходят к вам, и, и, как бы, как бы, они вроде что-то знают, ну, и, как бы, они говорят, ну, вот, вот, смотри, вот, у меня, мне нравится вот этот нож, вот этот, вот этот, вот этот, как бы, иногда очень легко вычислить, когда они говорят, ну, мне нравится, короче, бенчмент Адамас, парамиле 2, и, серки Т, и какой-то там, М16 и крыса, что ты мне посоветуешь? Ну, то есть, ты видишь, что это, как бы, вообще, как бы, это до свидания сразу. Другой момент, когда человек такой приходит, ну, в принципе, ты видишь, что ножи, примерно, из одного и того же типа, например, какие-то ломики, как бы. Ну, и ты, как бы, по своему какому-то пониманию, да, по своему опыту, которого у этого человека нет, он его, в принципе, понять этот опыт не может, он не может понять, как бы, вашу цепочку принятия решений на, ну, на совет определенного ножа, и поэтому вы, как бы, ставите ему конечный результат, вы же не обсуждаете с ним, да, не всегда же есть это, что вы можете взять человека и провести с ним определенный анализ такой, вот, всего, чего ему надо, чтобы он, он, как бы, осознал это. Вы, как бы, говорите, блин, бери вот этот, этот вот самый крутой нож, правильно? Так же это все звучит, ну, посмотрите на ютюбе все советы. Вам показывают, говорят, вот, вот этот нож, вот его бери, все. Вам, ну, как бы, редко кто проводит какой-то очень такой скрупулезный, как бы, анализ и делится. Поэтому, вот, я, в принципе, в своих обзорах стараюсь, блин, ну, просто очень скрупулезно осматривать все ножи, чтобы именно показать нож именно с этой точки зрения. И вы говорите человеку какой-то нож из этого списка. Проблема вот в чем. Что у каждого человека, особенно у тех, которые вот нахватались каких-то вершков и думают, что они уже знатоки, и даже у таких, которые еще ничего даже не нахватались, у них есть определенный вижен ножа, как, как, как нож должен выглядеть. То есть, у них все это нарисовано в мозгу. И вдруг ты такой приходишь и, как бы, говоришь им, вот, вот это. Они смотрят, как бы, а это вообще, как бы, не похоже на то, что они нарисовали. И они начинают тебя спрашивать такие, как бы, вопросики, подводящие. Ну, предположим, он тебе дал список ножей, и один из тех ножей, которые там есть, это вот нож, который вот он считает за крутой. Но он, как бы, это завуалировал, и подсознательно он ждет, что ты укажешь именно на этот нож и скажешь, вот, вот он крутой, бери его. А ты вдруг говоришь на другой нож. И он, как бы, эээ, не, ну, слушай, а вот этот вот, а как вот, а вот этот, если вот, вот этот другой. А ты такой не понимаешь, что он хочет, ты такой говоришь, да ладно, какой вот этот, вот, вот этот, бери, вот, вот этот классный нож, я знаю. Ты такой, нет, ну, а это, ну, вот как вот этот, вот, эээ, и этот человек пытается тебя, как бы, ну, типа, подтолкнуть, и чтобы ты посоветовал то, что он сам и так уже хочет. И ты не понимаешь, как бы, в конце это заканчивается полным непониманием. Ты говоришь, да, ну, нахер, как бы, убери это, вот, вот, нож, как бы. И тогда начинаются разные неприятные моменты, ты как бы, получается, ты настаивал на определенном ноже. Он как бы пошел на какие-то уступки, взял этот нож, и потом, блин, увидел, даже доходит до абсурда, нахрен. Пошел, почитал что-то в интернете, кто-то где-то написал, что нож плохо держит заточку, просто так, без тестов на канате, без ничего. Он потом приходит и говорит, слышишь, а ты видел, вот тебе ссылка, это же такое говно. И типа, ты же, ты как? Я, блин, потерял веру в тебя, как ты мог мне такое посоветовать? Мудак, типа, понимаете, как себя после этого чувствовать? Это жутко неприятно как бы. Я помню, кто-то мне долбал мозг, какой-то мой подписчик там, и спросил мне, какой мне ломик лучше на карман. И перечислил меня там, Benchwood Adamas, Contego, я не помню, короче, еще какие-то ножи. И один из них вот был Zero Tolerance 550. Я носил этот нож на кармане, я носил другие ножи на кармане, я понимаю, что он из ломиков имеет самый компактный размер. Ну, то есть, вот, мое воспринятие этого всего. Я говорю, конечно, 550. Что происходит дальше? Он наводящий вопрос, как я сказал, а не, а вот если Contego, как ты смотришь? Я говорю, да не, брось какой Contego на кармане, без вариантов как бы. Вот, оп, как бы он пошел, и потом выплывает через пару дней с ссылкой на видео, где у человека выпадает шпенек на этом ножи. А вот ты видел это говно? О, с такими вот, короче, восклицательными знаками. Ну, что я могу сказать? Ну, до свидания, как бы. Я, ну, то есть, понимаете, человек, можно найти к чему придраться абсолютно у любого ножа. Но, вот, проблема, что ваши советы, как бы, их не ценят, как бы. Их просто не ценят. Поэтому их давать, даже если их просят, это, ну, ой, крайне неблагодарное дело. Есть люди, есть люди по-настоящему нормальные даже среди, ну, новичков. У меня есть очень яркий пример, мой товарищ, который пришел ко мне, сказал, вот я посмотрел видео, и вот я понял, что мне очень нравится Benchment Torrent. Его негде посмотреть, как бы, но я видел его в твоем видео, я видел, как этот нож работает. Мне очень понравились его формы. Я считаю, что этот нож будет для меня. Я говорю, ты, ну, как бы, цена, все, он говорит, без проблем, я заплачу эти деньги. Человек заплатил деньги, человек купил торрент. Он его носит на кармане уже больше года, наверное. Абсолютно всем доволен. Я уже подтачивал этот нож. Этим ножом резалось уже, я не знаю, куча, куча, куча всего. Абсолютно никаких нареканий, человек доволен. Но этот человек, которого я знаю уже много лет, в котором я был уверен на 100%, и с которым я мог обсудить и проанализировать, и, ну, прийти, вот, даже к окончательному решению, что да, он хочет именно торрент, и торрент ему нужен, и он ему понравится. Но это очень-очень редкие случаи. Очень редкие. О чем мы еще не говорили. Еще о таком моменте, что если вы даже вот решили посоветовать нож, как я уже говорил, вам все-таки нужно подвести к тому, чтобы не вы давали совет, а человек как бы сам, сам как бы понял, ну, сам решил, что это ему надо. Ну, это вот как отношение там родителей с детьми, да, то есть если мама говорит по утрам, нужно хавать овсянку, блин, а тебе 13-14 лет, ты, ты думаешь, овсянка, да ну нах, ты прибежал с футбола, схватил холодную воду, блин, дуешь, мама говорит, куда не пей холодное, ты, ты понимаешь, ты понимаешь, что мама плохого не скажет, ну, блин, ну, как это я, что это, не буду пить воду, как буду хавать эту овсянку, нет, как бы, понимаете, вот в чем проблема, и поэтому человек должен сам прийти к тому, что вот, ну, ему, он хочет именно этот нож, то есть постарайтесь, если вы уже решили советовать, то делайте это редко, только проверенным людям, и уж делайте это на совесть, как бы, вот именно, ну, разложите все по полочкам, чтобы человек понял. Я лично считаю, что поиск, поиск своего ножа, это очень, очень увлекательный опыт, и даже если человек потратит на это немножко больше денег, чем он мог бы сразу, вот, пойти купить себе бензу, и все, как бы, сэкономить себе на покупке милитари, викторинокса, крысы, я не знаю, и еще чего-нибудь, да, как бы, но, ну, это опыт, ну, я не знаю, как его оценить, он бесценен, я, я знаю некоторых людей, которые, вот, сразу, сразу начали с кастомов, у них была определенная финансовая база, они могли себе позволить хорошие ножи сразу, ну, и мировоззрение их было такое, что, ну, что там может быть, за, как бы, за мелкие деньги, а, все, сразу кастом, и люди начали сразу, и продолжили именно с вот такими вот кастомными, дорогими ножами, это, ну, такая ситуация, как, я не знаю, как бы, кто-то, кто-то в детстве игрался, как бы, в солдатиков, да, и там, в ножички, там, а кто-то, кому-то сразу, вот, подсунули Sony Playstation, как бы, понимаете, разные подходы, я не могу сказать, как бы, как бы, что лучше, но все-таки я вижу в более, ну, как бы, от какого-то поступательного такого вот перехода от, от простого к хорошему, я вижу, что это может быть оценено, оценено гораздо более высоко, то есть, вот, кто-то, кто сразу все получил, он до конца не может это оценить, вот, ну, я уверен в этом на 100%, просто, как бы, если, если вы, например, смотрите это видео, вы нажиман, который начинает свой путь, не стоит, не стоит распыляться, и, то есть, вот, если у вас есть какое-то мнение, по какому-то поводу, вы считаете, например, какие ножи своих денег стоят, которые не стоят, держите это мнение при себе, пока что, не рассказывайте, люди не просто так покупают кастомы, то есть, через какое-то определенное время, покупают себе бензу, но, опять же, к этому нужно прийти, нужно, ну, чтобы эти, эти ценности, чтобы ты их мог, по-настоящему, оценить, чтобы у тебя была какая-то база, ну, основываясь на которой, ты, ты мог бы оценить этот нож, есть, есть очень яркий пример, в нашем же ножевом сообществе, человек, который, по моему же совету, начинал с Ганзу G704, орал во все горло, что, никогда в жизни он не купит нож за 100 долларов, парамиля говно, и никогда в жизни, да вы что, потратить 100 долларов на нож, за кого вы меня держите, и что я, да он, да я, блин, с 15 лет ножи делаю, да я знаю, сколько все стоит, и чем все закончилось, человек таскает парамилю, и рассказывает всем, что это лучший нож, хвастается сталью, хвастается всем, понимаете, поэтому, чтобы не оказаться потом, как бы балаболом, тоже нужно очень-очень внимательно, как бы очень-очень аккуратно все воспринимать, поэтому, если вы с каждой из сторон этих баррикад, или вы уже нажиманы, или вы начинающий, новичок, ведите себя аккуратно, не надо, не, не, никуда прыгать в самую гущу событий, то есть, нажимаем, не надо давать какие-то всем советы, там, рассказывать, так далее, и также точно новичкам, нужно быть очень-очень рассудивным, деятельными, понимать то, что вы видите перед собой, как-то анализировать ситуацию, и постепенно, все это сложится вами в очень четкий и цельный пазл, и вы поймете, то есть, здесь нельзя перепрыгивать уровни, ну, вот, вот просто нельзя, я не говорю, что нужно начинать с какого-то говна, но вы должны почувствовать, что значит простой нож, вы должны узнать, что такое крыса, понимаете, потому что, потом, это может быть даже большим разочарованием, после того, как, не знаю, ты потаскаешь какую-нибудь Сибензу, или, там, Парамилитари 2, и потом вдруг, ну, произойдет какая-то переоценка ценностей, и ты поймешь, что можно было обойтись крысой, и тебе не, вот, на самом деле, даже в твоем, вот, продвинутом состоянии, не надо, не нужна была Сибенза, или Парамилитари 2, со всеми их плюсами, они просто тебе не нужны, есть такие люди, которые более практичные, несмотря на то, что им нравятся хорошие, качественные ножи, тем не менее, они отдают себе отчет о том, что такое нож, как бы, как инструмент, а когда человек осознал, что вот эта крыса, ну, потратил он на нее 50 долларов, да ради бога, но зато он знает, что такое крыса, он, возможно, научился на ней правильно точить, этот нож, который он впервые, где-то, ну, попался в какую-то передрягу, где ему было не жалко, он даже там отломал кончик, потом переточил его, все, понимаете, это же, ну, безбрежное такое пространство, каких-то ситуаций, возможностей, и, именно, вот, опыт с ножами, он, он очень, очень многогранен, он приходит на, на базе, вот, ну, только того времени, которое вы проведете со своими ножами, его, его нельзя взять ниоткуда, да, YouTube, он немножко в этом поможет, но, каждый человек, он уникален, индивидуален, и он придет к чему-то своему, несмотря на то, что есть консенсус о том, что Сипенза, это супер нож, да, я подтверждаю, Сипенза, это супер нож, но, если вы придете ко мне сейчас, и попросите у меня совета, какой вам купить складной нож, я никогда и ни за что не посоветую вам Сипензу, вот, вот, отвечаю, вообще не посоветую Сипензу, я лучше просто с вами, с вами поговорю, о ножах, даже не буду вообще ничего советовать, просто, как бы, вот, ну, с вами, пообсуждаю некоторые вещи, и все, как бы, мы с вами попрощаемся, и до свидания, это если вот в личной беседе, но я вообще не буду ничего советовать, тем более, тем более, Сипензу, я считаю, что этот путь, который человек может пройти, в нажимании, он крайне увлекателен, и, ну, будет бесценным опытом, который останется с вами, на всю прошедшую жизнь, на всю дальнейшую жизнь, извиняюсь, все, вот такие вот мои мысли по поводу этой темы, надеюсь, вам было интересно, спасибо за просмотр, пока, бай-бай.